здравствуйте народ по-прежнему продолжает интересоваться эволюции всяких странных тварей и одни из самых странных тварей это конечно же зубастики из чудесных фильмов зубастики зубастики 2 по моему там есть какие-то еще продолжения но насчет следующий не уверен честно говоря а вот первый второй фильм есть там проклятие третьего фильма до первые два они в плане себе и собственно зубастики это прикольная версия потому что в них есть некоторое эволюционное противоречие с одной стороны эволюция такой твари вполне закономерно то есть если есть планета с какой-то достаточно бодрой экосистемой где много разных живых существ то неизбежно появляются хищники высшего уровня которые довольно злобные хищные очень зубастые жутко прожорливые с повышенным обменом веществ ну судя по тому сколько они жрут безостановочно состоящие по сути только изо рта глотки и желудка там всего остального то там немного но при этом у них есть какие-то все-таки ручки-ножки ну они так эти ручки-ножки по умолчанию от предыдущих эволюционных стадий остались но они ими далеко не всегда пользуются только в основном когда уже они ну или 2 медленно двигаются до или когда они слишком большие становятся и катиться уже нелегко но есть как я уже сказал противоречия потому что зубастики разумны они мало того что говорят так они еще и способны управлять космической техникой то есть эти край ты они прям такие разумные и как можно развить разумность на фоне такой вот убер хищности и какой-то такой прожорливости стремление уничтожая все подряд это довольно таки загадочная то есть есть несколько вариантов ну во первых может быть мы что-то сильно недопонимаем в жизни этих зубастиков может быть на самом деле они вполне себе такие разумные нормальные хорошие но пределы собственной экосистемы все другие экосистемы воспринимают просто как еду но когда человек приходит на лужок до ложится там и ложится поверх там всяких паучков червячков муравьев ему наплевать на них ну классика жанра да там улитка на склоне стругацкие все дела и ну сожрать там что-нибудь там рыбу какой-нибудь из пруда вытащить там до окунька и пожарить для современного рыбака не значит ничего но там сорвать грушу какой-нибудь да и съесть тоже в чем проблема я съел грушу там земляничку сорвал и съел ну вот вместе с копиком копик наверное грустит вот с точки зрения зубастиков допустим наша экосистема это тоже вот такая клубничка с копиками которые можно есть и для них совершенно безразличное что там кто-то что-то делает да ну муравьи тоже строят муравейник да вот я стану случайно сел ой я случайно сел как бы да там палочкой там половил съел но ну нормально термитов каких-нибудь и для зубастиков примерно то же самое вот может быть и так может быть как вариант вот эти самые зубастики это под какого-то генетического эксперимента то есть не исключено что где-то на какой-то планете изобретали ну например биологическое оружие и делали каких-то там сверх солдат ну из каких-то хищных тварей но которые были низшего звена чтобы как-то ими может быть все лучше было управлять проще или может быть чтобы но они лучшие задачи поставленные решали им привинтили чуть большие мозги ну это кстати хорошая версия потому что размеры мозговой коробки там явно невелики и ну как-то вмонтировать туда мозг такой технически наверное было бы проще чем эволюционировать ему самому что если бы он эволюционировал сам по себе он бы наверное развивался вначале так вот это по размеру ну то есть у нас эволюция мозга во всех линиях которых мы знаем планете земля шла вначале догонением размера потом усложнением в структуры хоть там у хоботных хоть у каких-нибудь там канделяртор там у кого угодно абсолютно да ну вот размеры они догонялись значительной степени так экспоненциально до кучи как бы да потом уже что-то там усложнялось но вот у зубастиков же нет зубастиков явно очень маленький мозг ну то есть размером совсем небольшие в принципе и при этом работает ну на уровне практически человеческом вот и при этом управлять космической техникой не могут но какими-то орудиями труда они пользуются практически вообще вот и как так получается да то есть ну способность управлять техника это сложная функция то есть наверно тогда них и делать могли бы но тем более техникой какой-то чужой да там они же гоняют звездолет вообще там не свой какой-то левый и они могут стрелять они могут там стить еще что-то такое делать вот но пользуются только узконаправленной какой-то функцией вот и скорее эта функция извне привнесена поэтому концепция что это живое существо гена модифицированное я считаю правильным а эволюционно изначально это был до такой своеобразный хищник который катается между прочим у них должен быть какой-то невероятный вестибулярный аппарат ну чтобы голова не закружилась когда она крутится да это зверюшка и вот это прикольная способность стрелять тиглами ядовитыми кстати говоря ну это прикольно вот это оригинально и само по себе вот это строение с огромной пастью до практически единственным желудком чем-то напоминает каких-нибудь там кишечно-полосных которые тоже по сути состоят из одного желудка так что экосистема должна быть какая-то своеобразная не исключено что следующая стадия такой эволюция ручки-ножки там явно уже ардиментарная да не особо используются это колобок хлебоболочный как бы да тоже дверь который правда не факт что хищник потому что ну как-то основного едят ну вот но смысл то примерно все тот же самый да то есть катающаяся голова ну вот так что колобок это может быть другой вариант эволюции на той же самой планете но может быть травоядный как вариант потому что ну где хищники там должны быть растительно ядные формы ну а если уж они как бы родственные да то по форме могут быть достаточно похоже по большому счету если взять там не знаю как он тигра и корову да ну четыре ноги голова хвост туловище животном кишечник шерсть какая-то да ну зубы там рис и клыки при маляры маляры в принципе все то же самое ну кулаков там у коровы с куками не очень но у кабаргии очень даже поэтому он страниц одинаковый и здесь то же самое да зубастики это хищники в экосистеме колобки это травоядное существо вот ну причем надо думать колобки бывают разные потому что известный нам колобок он вроде бы одиночный хотя с другой стороны он так до всех как бы докапывался и так все куда-то стремился что может быть он как раз искал свою популяцию свою группу ну свое стадо потому что если они маленькие они в принципе могут быть конечно и одиночные но наверное ну для тем более такой прожожливости зубастиков которые там уже стаями охотятся да то есть добыча должна быть либо очень большая и тогда может быть колобок это просто детеныш но тем более что мы знаем что он только что от бабушки ушел да и в принципе то он еще не вырос вот а может быть в последующем то он бы вырос о какой лобок ну вот либо же они должны быть массовые очень многочисленная и тогда их будет как бы много этих колобков большое количество и тогда это объясняет вот от стремления колобка к общению постоянному он видит что что-то не так да ведь не тот то все пытается там уйти и кого-то еще другого найти ну вот и мы кстати говоря еще знаем что и существует сходущее но кстати из колобка это не очевидно но видимо он тоже и цикладущий но потому что если уж уровень один да ну там класс каких-то этих колобкообразных вот то вряд ли он будет какой-то пачкующийся еще что-то такое скорее всего ну коль уж эти крайты яйца откладывают и колобки должны яйца откладывать правда может быть они перешли к живорождению как вариант потому что явно колобок то все-таки чуть более продвинутая версия украинства ручки ножки еще сохраняются а у колобка ручка ножек уже нет совсем вот но может быть ему так удобнее вот рот у него что характерно есть у колобка вот то есть принцип пищеварение у него в общем принципе все тот же он там не то что там поверхностью впитывая до пищеварительность тем у него принципиально такая же вот и было бы интересно поизучать другие формы с этой планеты есть такой вид деятельности нажимания кнопочки подписки нажимания колокольчика и нажимания лайков это тоже не встречалось в прошлом но в таком исполнении по крайней мере можете освоивать новую эволюционную стратегию она приведет к успеху меня наверняка может быть и вас тоже зовите всех соратников соперников пишите комментарии делитесь впечатлениями и тогда наша эволюция пойдет дальше семимильными шагами до новых встреч нечем чтоб не 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 Продолжение следует...